И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их и благословил их Бог. Прошли тысячелетия, явился начальник жизни на землю, ходит среди людей, слушает их вопросы, исполняет их просьбы и желания, исцеляет от болезней, благословляет детей, раскрывает им тайны вечности. Ходит и потом говорит. Но кому уподоблю род этот? Что-то случилось. Сотворили по образу и по подобию Божию. А теперь спрашивает этот творец, начальник жизни, кому уподоблю этот род? На кого они похожи стали? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел сын, человеческий ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Все нехорошо стало у творца на взгляд людей, сотворенных им. Никак не угодишь. И кому уподоблю род этот? Строго говоришь? Злятся. Ласково говоришь? Смеются. Истину говоришь? Не принимают. Предупреждаю, что вам придется отвечать за жизнь, которую вы испоганили, которую вы растратили не на то, чтобы прославлять творца своего. Когда вы превратились не в человека, который поставлен владыкой от Бога на земле, а трудно сказать вот что. Может, я у вас рассказывал одно из проповедей. Как-то поехал на базар, зима была, на велосипеде я обычно езжу и сейчас, когда имею такую радость. И вот подъезжаю, там теплотрасса, кругом снег лежит, на теплотрассе колодец такой, и оттуда пар идет, ну, сухо, тепленько там. На этом люке спит человек, а вокруг него шесть собак. Тоже спят. Вы знаете, я чуть не упал с велосипеда, так, ну, как раз размышлял, ехал в свои мысли, остановился, следствия велосипеда, посмотрел. Думаю, Боже, неужели ты творил этого человека, чтобы он опустился на ступени животных? Наверное, был такой день, когда его мама тоже держала на руках и купала, и прилично одевала. Прошли какие-то годы. И если бы я вам сегодня стал немножко рассказывать о том, что Господь позволил мне видеть, переживать и слышать, находясь на дне жизни среди людей, которые потеряли образ и подобие Божие, вы бы некоторым вещам или многим и не поверили. Не поверили. Меня еще когда первый раз посадили, месяц совсем, наверное, прошло, и как-то следователь вызвал меня на допрос. Ну и там говорили, говорили, потом я говорю, знаете, вот, Иосиф Григорьевич, я думаю, если Бог даст, я живой выйду на свободу. Вот первая проповедь, которой я буду говорить в собрании, он меня прервал. Что? Проповедь? Мы тебя посадили, чтобы ты тут обдумался, чтобы ты тут исправился, а ты тут сидишь, обдумываешь проекты своих проповедей. Я говорю, да позвольте мне, я до конца скажу. Меня посадили первый раз, когда мне 40 лет было. А первый раз в милиции, как безбожник, я был в 46-м году, когда мне было 20 лет. Это, знаешь, произошло спустя 20 лет. Ну как-то был постыдный поступок один, там драка, и вот меня туда закрыли, в КПЗ, когда мне было 20 лет. Вернее, еще в коридор так привели, жарища такая. Я сижу, тут милиционер рядом сидит. Потом там телефон задвонил в соседней комнате, а я оттуда слышу, кричат, начальник воды, начальник воды. И он пошел по телефону говорить. Я думаю, пойду я, хоть погляжу, где мне придется сидеть. Ну и так подбежал, тут недалеко было коридорчик, недлинный. Волчок открываю так, смотрю, там гляну, ну там свет горит, по пояс голые люди, ну кто в одних трусиках там, мужчины и юноши, кто лежит, кто ходит, там маленькое такое пространство, и человек 5, 8 или 10 там кричат, начальник воды. Вы знаете, тогда мне первый раз так стало ужасно страшно. Ну, раньше тогда, в 46-м году, там больше по 10 лет давали, там по 15, по 25 давали. И страх зашел, хотя злое сердце мое молиться не могло тогда. А теперь я ему говорю вот уже еще спустя 20 лет. Дело в том, что, Иосиф Григорьевич, я ведь сам был безбожником, и много грязных дел было на моей совести, а вы меня теперь на самое дно упустили. И я за эти 7 месяцев столько наслушался, столько навидался страшных трагедий души человеческой и тела. Мне очень тяжело, вы, может быть, и не понимаете, что я вот христианин, уже 12 лет, как христианин я. А вы меня теперь опустили в такую атмосферу. Пока не уснут, без мата люди не говорят. Без курения не обходятся. А я 12 лет уже не курил. Вы знаете, сколько раз со мной было так? Ну, маленькая, низкая камера, так сидишь на верхней наре, до потолка головой достаешь. И вот у нас в Джамбуле тоже жарко. И на улице жарится такая, и в камере. Нас еще горячим покормят в обед, там, борщом, там, или супчиком каким-нибудь. И они как закурят, человек 30-40. Поверьте, душе моей дым выше стола не поднимается и не выходит никуда. Я несколько раз говорю, ребята, пока меня в тюрьму не посадили, я только в Библии про отчитал. А теперь у меня голова раскалывается. Вот в первый срок у меня волосы вылезли. У меня голова раскалывается. Мне хоть под нары лезть, дышать нечем. И здесь постоянный звон. Как блажен человек, о котором Господь сказал устами Давида, блажен человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Это я буду проповедовать, если я только, дай Бог, выйду на свободу. Вы должны меня понять. Я не буду вас ни проклинать, ни ругать, ничего. У меня другая беда, другое страдание, чтобы кто-нибудь из моих детей не попал сюда таким грешником. Потому что не сотворил Бог человека по образу и по подобию своему для такой страшной жизни. Я иногда даже улыбаясь говорил так. Вот, ну и с начальниками говорил. «Ни одна скотина, самая такая сильная, как слон, или самая такая свая, как тигр, ну, или самая такая, может быть, человеколюбивая, как дельфин, там, ни одно животное не придумало для своих братьев-животных тюрьму. Вот, животное может укусить, там, или багнуть рогом, там, или ещё что-нибудь, задушить может, разорвать, наконец, может. Но чтоб взял лево-льва, на пять лет тюрьму посадил, не придумали. А люди придумали, потерявши подобие и образ Бога, который дал такую прекрасную жизнь, а который сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными. И сколько сегодня из людей, о которых Бог сказал, чтобы они владычествовали, являются мучителем даже с детского возраста. И птичек мучают, и кошек мучают, и собачек мучают, и родителей своих мучают. Да, на самом деле. Если эти детки не понимают или не верят тому, что Бог никого из нас не создавал на мучения, и чтоб мы никогда не были мучителями других. Я как-то читал маленький стишок такой, что мамочка пошла с дочкой в лес, и там на лужайке девочка кричит, мамочка, вот цветочки расцвели, они у тебя на глазки, и хотела их сорвать. А мама ее остановила и сказала, деточка, а ты знаешь, здесь жизнь Божия заложена. Вот они и раскрыли лепесточки свои, чтоб славить Творца жизни. А ты можешь понюхать эти цветочки. А если ты сорвешь, они быстро завянут. Потому что Бог сотворил чудесную жизнь даже в капельке рассы. А тем более у нас в людях. И Он очень хочет, очень хочет, чтобы каждый из нас, который находится в этом собрании, кто насколько может понимать, не потеряли образы и подобия Божьего. А кого Он потерял? Чтобы мы поискали сегодня пути, как возвратить это? Хотя в жизни такая реставрация живых существ бывает почти невозможна. Невозможна. Но от жизни Творца это возможно. Меняется облик человека, меняется дух человека, меняется сердце человека, меняется характер человека, меняется образ жизни его. Все отношение к жизни меняется, приобщается, возвращается к образу жизни Божьей. Может быть, кто-то из вас читал один маленький такой рассказ, как в Италию приехал один проповедник, и вот однажды в одном собрании он проповедовал слово на тему «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И когда собрание кончилось, он выходил, направлялся в свое жилище, где там было ему определенно, к нему подошел мужчина средних лет и спросил, «Вы сами верите в то, что вы сегодня проповедовали?» Он говорит, «Безусловно. Тогда вы сможете уделить мне внимание хотя бы на пару часов». Ну, я не дословно, но смысл такой рассказывает того, что прочитал. Он обещал. И тот говорит, «Вот, недалеко отсюда, видите, вот тот коричневый дом, вот туда вот такое время я вас жду, как вы и обещали». И только он пошел, а кто-то из друзей его говорит, «Вы что, обещали этому человеку пойти к нему?» Он говорит, «Да». «А вы знаете, что это за человек?» Он говорит, «Человек». Они ему говорят, «Он такой страшный и так далее, и так далее. Но я обещал, я должен пойти». И когда он пришел туда, тот пригласил его в свой кабинет, двухэтажный дом. Пригласил его в свой кабинет, закрыл двери на ключ, достал пистолет и говорит, «Я еще раз спрашиваю вас, верите ли вы в то, что проповедовали сегодня, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха?» Говорит, «Безусловно верю». «Не бойтесь, я не буду вас убивать. Но из этого пистолета я убил четыре человека. Может ли Бог простить такого убийца, как я?» Он сказал, «Да, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает вас от всякого греха». Говорит, «Посмотрите в окно. Вот этот, видите, серый дом? Это моя таверна. Туда люди приходят с деньгами, уходят без денег. У этих дверей не раз ко мне на колени падали женщины, прося освободить их мужей, не затягивать их, их сыновей в эту бездну. Но там много таких. Я давно отвык сочувствовать человеческим слезам. Может ли Бог простить такого, как я?» Он, повторяя, «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». «Вы видели, вас встретила внизу миловидная, но бледная и сходалая женщина? Это моя жена. Когда-то, 16 или 17 лет назад, я поехал в Америку, притворился там каким-то коммерсантом и обольстил ее. Потом я превратил ее жизнь в ад. Я не стану вам подробно рассказывать. Она сама могла бы вам рассказать, может ли Бог и такого человека простить. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вы видели там девочку лет 11? Она будет инвалидом до смерти. Когда-то в пьяной ярости я бросил ее на плиту горячего. И у нее теперь стала она инвалидом. Может ли Бог простить такого человека? Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Тогда помолитесь Богу. И он отпустил ее. Ну и дальше там пишется, что на следующий день, утром, из этой таверны вышел человек. Тот самый, но не похожий. Он шатался, как пьяный. Если бы мы зашли в таверну, мы бы там увидели разбитые игральные автоматы, разбитые бокалы и так далее. Он вернулся домой. Его с ужасом встречала жена и девочка. Он поднялся наверх. Через некоторое время жена посылает девочку сказать, мама послала, сказать, завтрак готов. Он говорит, Маргарита, иди сюда. Девочка не поверит. Думала, что ослышалась. Она никогда от отца своего не слышала имени своего. Сбежала вниз. Мама говорит, ты позвала? Она задыхаясь говорит, мамочка, мамочка, он назвал меня Маргарита. Мать тоже не поверила. Но говорит, сходи все-таки. Позови его. Девочка опять пошла. Он встал, взял и посадил ее на колено себе. И говорит, Маргариточка, прости меня, что я сделал тебя инвалидом. Мать подождала, подождала, стала подниматься наверх сама. Думала, может там какое-то новое несчастье. И не поверила своим глазам, что на коленях этого отца сидела ее девочка. И когда он увидел ее, сказал, иди сюда, перед вами новый человек, потому что в крови Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Сколько из нас могут вспоминать, как мы теряли жизнь нашей подобие Божьей. Я сегодня вспоминал свою мать, но там не сказал я в том собрании, что и в моей жизни было так, что мать меня стала бояться, когда я потерял подобие Божьей. Мать, которая никогда не называла меня иначе, как сыношечка, даже тогда, когда у меня самого уже было десять, девять детей. Какую страшную бездну повергает сатана, мир, грех, душу, существо человеческое, когда он теряет подобие Творца своего. И какое чудо превращение, возрождение, воскресение происходит, и возвращается человеку образ и подобие Бога. Каким образом это происходит? Мы с вами прочитали это слово, которое говорит устами Иисуса Христа. От ней Иоанна Царствие Божие силой берется. И употребляющие усилия восхищает Его. А в Царстве Божьем уродов нет. В Царстве Божьем мучителей нет. В Царстве Божьем тиранов нет. Бродяг нет. В Царстве Божьем сыны и дочери Божьи живут. В Царстве Божье силой берется и употребляющие усилия восхищает. Возвращают его, входят в него, принимают его. Откуда оно начинается, возвращение этого подобия? Читаю в послании к римлянам, в 6 главе, такие слова. С 4 стиха. С 4 стиха. Кто живет, то живет для Бога. Отсюда начинается. От подобия смерти, потом к подобию жизни обновленной. Он знает, что в ветке наш человек распят с ним. Как оно в практическом смысле происходит. Вот насколько мы грешим, набираем в себя окаменение сердца, ожесточение духа, огрубение наших чувств. Мы делаем все бесчувственными, злыми, ненавистными, гнусными, лживыми. Не перечислишь всего. Со мной чудо такое произошло. Бог меня помил. У меня начинается новая жизнь. Прости меня ради Христа. За то, что я обзывал тебя плохими словами. Хотя ты когда-то на руках меня носил. Пописал. Отправил. Это было в 48-м году. Неделю через две, наверное, через три. А он жил... Мы в Иргане жили, в Узбекистане. А он жил тогда в Сибири, в Омске. Получил маленькую посылочку. Недель через три. Маленькую такую. Примерно как Библия, чуть повыше. Открыл. Там наверху лежало маленькое письмо. А он у нас грамоте всего три месяца учился. Разобрал. Яша. Милый мой брат. Если Бог простил тебя, я тебя давно простил. И молился о тебе. И в знак моего прощения я вот тебе посылаю отцовское Евангелие и кусочек сала. Больше ничего не поделился. Подобие смерти настаёт подобие жизни, в которой рассвет радости, утечения, примирения, обновления отношений и другой путь, ведущий ещё к большему подобию. тому подобию род этот. Скажите, пожалуйста, на кого вы похожи? Сами себе. Вот я на некоторых смотрю, ну, у меня тоже же ребятишки, слава Богу, есть. Некоторые говорят, о, все на мам похожи. Я говорю, нет, Петя точно на меня похож. Старший наш сын, правда, некоторые даже говорили, когда вы в тюрьме сидели, как Петя приедет, ну, вроде Яков Григорьевич приехал, и голос такой. А у меня есть внуки такие, я же люблю детишек, и вот, как-то приехал домой, у меня Тимошка, внук есть там один, он не один уже, Тимофей такой, ему, наверное, лет пять, что ли, было. Прибежал он, мы на одном квартире живем. Я говорю, что тебе-то на лысо отстригли? Он говорит, да я, папа попросил, ты меня как дедушку отстриги. Я хочу быть на него похожим. А он взял мне, говорит, у тебя тут нет волос, а он мне тут оставил, а здесь выстриг. Обиделся даже, что он отстриг не так, как дедушку. Значит, хочет на дедушку быть похожим. А вы на кого хотите быть похожими, а? На кого? На папу свою хотите быть похожими? На маму свою хотите быть похожими? Скажите, мои братья и сестры, кому уподоблю род этот? На кого вы хотите быть похожи? Вы, люди, милые, возлюбленные Богом, созданные по образу и по подобию Божьей, для славы сотворившего нас Бога Отца. и Творца. И нас еще более прекрасно ожидает. Я читаю в первом послании Иоанна, в третьей главе, такое свидетельство. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». вот кто здесь силой Божьей идет этим путем, подобие смерти, подобие воскресения, с тем происходит последствия процесса жизни уподобления Сыну Божьим. И должен вам сказать, что на меньшее и сам Творец наш не согласен. Он так сказал, когда мы читаем послание к римлянам, восьмую главу, здесь такие слова он сказал. С 28 стиха прочитаю. «Притом знай, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Благослови нас, Бог. Радуйтесь тому, что каждый из нас имеет сегодня открытый путь для возвращения в нас подобия Творца нашего Бога. И не потерять этой надежды, такого устремления и желания, и где какой-нибудь, какая-нибудь грязь, какое-нибудь пятно греха, зла, лжи, ненависти, меняло наше подобие, меняло наш взгляд, меняло наши руки, или наши ноги, или наше сердце. Дай Бог нам сегодня попросить милости у Творца нашего. Он сделает не просто реставрации, он делает возрождение, он дарит воскресение силой возлюбившего нас и желает соединиться однажды с нами в жизни вечной на веки веков. Только именем Господа прошу, у кого есть на сердце, на совесть, на памяти, безобразие, нарушение подобия Божия, в чем бы оно ни находилось, ни объявлялось, не уходите из этого собрания. Господь полон желаний, раз Он дал это слово, у Него есть и сила для преображения каждого из нас сегодня. Аминь. Начну с 7 стиха, потом 3, из 115 и 4. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей, Ты разрешил кузы мои. И дальше третий стих, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Садитесь. Я вот здесь наблюдаю в этом тексте глубокий и необычный немножко подход псалмопевца к тому, как он общается со своим Богом, что он ему хочет сказать от благодарного сердца и как сознает себя. О Господи, я раб Твой, раб Твой, сын рабы Твоей. Это не в том смысле, что он во всем исполняет только волю Господню, а просто сознает себя ничтожеством пред лицом Божьим. И когда он проникается верой, что сотворил для него Господь. И вот мы сейчас подряд два гимна, наверное, слышали, и другие размышления о Голгофе и что сделал для нас Господь на Голгофском кресте. И вот, когда перед глазами нашими этот распятый Сын Божий, Бог на кресте, отдавший себя добровольно, и когда душа наша хочет благодарить нашего Господа, то мы озираемся как бы вокруг, смотрим, что есть в нашем распоряжении, как бы его существенно отблагодарить, чтобы ему дать. И самого дорогого, что есть у нас, и уста истинного чада Божия закрываются, замолкают, потому что Царь Царей и Господь Господствующих пришел для того, чтобы отдать нам самого себя, для нас всех. Оставил славу небес, обнищал, чтобы мы обогатились его нищетой. Если так долго, тысячелетиями эта жертва, это богатство Христово представлено человеком, представлено церкви его, и мы остаемся немощными и слабыми, мы не приемлем от него того могущества и силы, того богатства, которое у него есть, которое он и принес и отдал для того, чтобы мы обогатились его нищетой, духовным богатством, силой, могущества, духом святым, благодатью. И если в нас этого нет, то это величайшее оскорбление Сына Божьего. Это поругание его жертвы. Он оказался в таком случае ненужным, оказался невостребованным со всем своим могуществом, со всем своим царством, со всей своей благодатью. Иногда мы в день крещения нашего только приняли спасение, порадовались, а потом всю жизнь живем для себя. И вот проникая в это несоответствие того богатства, которое имеет Господь, и принес для каждого из нас и малого, и большого, немощного, и сильного по плоти. И принес это Господь, и вот душа это смотрит и думает, а что я прибавлю к этому? Что воздам Господу за все благодеяния ко мне? И понимает, что ничего не может сделать, а только может отдать свою душу Господу. И тогда Господь наполнит это сердце своей силой, своим Духом Святым, своей благодатью. И Он тогда только сможет исполнить волю Господню и воздать благодарностью, делами благодать, воздать своему Спасителю. И Он говорит, что воздам Господу, а сам говорит, приму, отвечая как бы себе, потому что что может дать раб, что может дать сын рабы твоей? Ты разрешил узы мои, вывел на свободу из греха, из этого плена, приблизил к себе, и вот Он задается вопросом, что дал бы Господь, чтобы эта великая жертва, чтобы богатства Христовы не остались для нас тщетными. Самая большая благодарность, когда Господь принес, и мы это восприняли, Господь отдал себя, отдал Духа Святого, дал Евангелие, дал очищение в крови своей, мы восприняли и стали сильными, стали благословенными от Господа, и приносим плоды, посвятив себя Господу, и проповедуем то, что проповедовал Христос, и идем туда, куда Он шел, делаем те дела, которые Он делал. Тогда мы в тысячу крат увеличиваем то, что Господь совершал. Дела, которые я творю, верующие в меня сотворит и больше сих сотворит. Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Это все Христос сделал, и если мы остаемся сами по себе, а Бог сам по себе, мы просто остановили даже миссию, которую хочет Господь через Церковь свою воплощать, проповедуя Евангелие Царствия Божьей через своих верных рабов. В нем такое богатство, что человек, который приемлет в себя Христа, говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. Мы от всего отходим в мире не для того, чтобы просто остаться бедней, но чтобы почему? Потому что вспомните первый Псалом. Мы оставляем многое в мире, это негативная сторона, это сторона нашего отказа. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. И вот это ли все блаженство? Если мы на 90% такие праведники, то нет делу Божьему никакой пользы, нет никакой славы нашему Господу, но продолжает дальше, отрекшись от горячительных напитков, от веселья и восторгов, всевозможных дискосет, дискотек или балаганов каких, Господь хочет, чтобы после этого мы не остались так на этой мертвой точке, а перешли в волю Господина своего. Но в законе Божьем воле его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он свою волю, свои хотения подчинил воле Господни. Он просил Духа Святого, он исполнялся Духом Святым, и стал этот человек могущественным в Боге, благословенным в Боге, премудрым в Слове Господнем. Достаточно вспомнить только одни заповеди Господни, как преображает Господь человека, как Давид говорит, как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. И посмотрите, как даже в этом преображается душа этого мужа Божьего. Заповедью своей ты садил моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ боли старцев, ибо повеление твоих раню. Бог оставил это слово и сказал, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Что воздадим мы Господу? Вот только это и есть самая большая благодарность, что мы самой жизнью не доказываем, что жертва его напрасна и не востребована. Дух Святой не нужен, потому что мы живем сами по себе. Самая великая благодарность, и когда душа познает это и постигает, что воздам Господу за все благодеяния ко мне чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом его. Обеты быть посвященным Господу, отданным ему на служение. Что мы дадим из наших рабских лохмотьев? Из нашего плоского я самый красивый и мудрый из нас есть ничто пред Богом. Раб, рубище, гнойные язвы, душа вся изъедена червем самолюбия, гордынь. Если только это преобразится в нас, оно преобразится с возрождением, когда приходит с первого дня к нам Господь, когда мы каемся и становимся на путь правды, если забываем потом все, для чего мы возрождены к новой жизни, мы опять становимся рабами еще худшими. Но вот душа взывает к другому. Вспомните Давида, когда обычное человеческое примерил он, Саул сказал ему, возьми вот мои доспехи, возьми мое человеческое обычное царское, плотской, шлем, меч. Он прошелся туда и сюда, не по мне, не привык ходить так, всегда в уповании, всегда в радости, да и оружие это в основном оборонительнее, а он во имя Господа. Когда Бог посетил его душу, когда он принял эту силу, он сделал то, что нужно было его Господу, чтобы не поносили Израиля, чтобы не глумились над именем Господа. ты идешь на меня с копьем и мечом, а я иду на тебя, гляв, он сказал во имя Господа Саваоф. Сила в нем была, могущество, что воздам Господу за все благодеяния ко мне, чашу спасения приму и имя Господне призову. Наверное, хорошо молился Давид, когда просил у Бога вот этой наступательной энергии, просил того камня, того оружия, и во имя Господа совершал свой подвиг вот эту угодную Господу, когда один сильнее целого воинства, потому что он Господа принял, потому что он в нем обогатился. И апостол Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. И говорит, я такой же всемогущий, как Господь, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И когда сказано Христом, без меня не можете делать ничего, это не сказано впустую. Мы не можем часто делать ничего, даже нося имя Чад Божий, потому что неприемлем того, что Господь нам дал, и жертва голговская, и его царственные силы, и Дух Святой, и Могущество остаются невостребованными, как будто бы ненужными, нам совершенно пренебреженными. Вот это есть величайшее оскорбление Господа. Для того Он и пришел, для того Он обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою. И тогда Господь с радостью будет взирать на чад своих, на детей своих, переноси страдания, как добрый воин. Никакой воин не служит на своем иждивении. Наши лохмоть, и наши доспехи, и наше человеческое, оно никогда не входило в деле Христова. Божье Слово, Божья премудрость, Дух Божий. И когда мы приемлемы это от Господа, тогда способны делать то, для чего Господь нас каждого предназначил. Тогда мы воистину воины Господни, одерживаем благословенные победы. Тогда мы проповедники и проповедуем в силе Духа Святого, и Дух Святой свидетельствует, распространяя свое свидетельство, на кого мы распространяем свою речь евангелизации. И Господь делает чудные благословения, дает чудные плоды умножения церкви и укрепления наследия своего. Вот так мы должны смотреть, что не мы что-то можем дать, в знак благодарности мы что-то можем дать нашему Господу и служить Ему всем существом. Но когда Господь нас наполн тогда только мы достойные плоды принесем для дела Его служения. Пусть не будет в пренебрежении у нас это благословенная жертва, голговская жертва, царственная жертва, жертва Его всемогущества, но пожелаем ее всем существом, вас жаждем, выпросим этого Господа для того, чтобы быть благопотребными владыки на всякое доброе дело. Добавил славить нас Господь, жить этой благословенной полной жизнью, это самая лучшая благодарность нашему Господу и самое лучшее подвижничество для славы Его. Пусть Господь благословит эти напоминания в заключении, помолимся Господу, и кем еще не может Господь пользоваться, как орудием в руке своей для совершения Его дела, будем стараться отдавать Его сердце Ему, чтобы Он сделал нас орудием в своей руке для Его славы, для пользы дела Господня. Аминь. Не так легко проповедовать в один день три раза. И я, как и брат мой Геннадий Константинович, мы очень нуждаемся в ваших молитвах, братья и сестры. Давайте хоть коротко помолимся, встанем. Слово Божие. Книга Бытие 1 глава читаю с 26 стиха по 31 стих и Евангелие от Матфея 11 глава буду читать с 8 стиха и по 25 стих. Читаем первое место. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествует он. Они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека, по образу своему, по образу Божию, сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, которым душа живая. Дал я всю зелень травную в пищу, и стало так, и увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Читаю второе место Евангелие от Матфея, глава 11, читаю с 8 стиха. Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Истинно говорю вам, изрожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилие восхищает его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна, и если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. и грешникам и оправдана премудрость чадом ее. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. море и море и море и седону явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам Тиру и седону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Аминь. Сойдите, пожалуйста. Когда-то Иисус в беседе со своими учениками и с народом, отвечая на вопрос одного из учеников своих, сказал такое слово. «Я есть путь и истина и жизнь». И когда вот в такой жизни у Марши, Марии, Лазаря случилась беда, смерть пришла в ихний дом, а Христос по взгляду учеников и тех друзей, которые приглашали его, когда Лазаревич болел, опоздал на два дня. И вот когда они встретились, Марфа говорит, а потом Мария, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш. Господь, пастырь мой, из Ветхого Завета, оно нас несет в Новый Завет, когда пришел Иисус и сказал, я есть добрый пастырь. И то, что заключается в этом добром пастыре чудо жизни Божьей, неистребимой, умножающейся и прославленной, мы и сегодня это видим. Сколько покушений было от сатаны, врага Божьего и посевочный день, для того, чтобы не просто запачкать, испортить, но и уничтожить жизнь Божьей. И благодарение Богу, что она сохранялась и сохраняется, как и у Давида когда-то, если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вы знаете, вот все изощрения дьявола, чтобы нарушить, уничтожить жизнь и через это уничтожить в человеке подобие Богу, до до какой изощренности, гнусности и мерзости дошли люди, мы не всегда это понимаем. Не всегда это понимаем. У меня нет времени, чтобы много об этом рассказывать. Ну, на одну сторону вам покажу. Вот эти молодые родители желают, чтобы благословить их дитя. Первенца вашего, да, Яшина? Да. Где-то я недавно, да, у нас было в феврале месяце большое общение, недельное служителей, на котором было человек 120-130 братьев, и духовное было общение, мы молились утром, у нас собрание начиналось в 8 часов, в 8 часов вечера заканчивалось с маленькими перерывами, на разные темы говорили братья, и вот один из братьев говорил тему о семье, и рассказал такие вещи, от которых мы и восторгались, и многие плакали, и молились Богу. Ну, хотя бы коротенькими словами, так, вот одного момента коснусь в связи с тем, что и мне надо сейчас повторять слова от Господа, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Значит, где-то там в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа, в Сухуми, что ли, есть какой-то институт, который занимается, не знаю, насколько сейчас он работает, проблемами жизни. И ученые люди сделали 40 тысяч фотоснимков от начала зарождения жизни от сердца матери и до рождения ребенка. Так вот, один только момент отмечу. Там несколько снимков таких кадров было отмечено в утробах матери, сфотографировано, когда скальпель протягивается прервать эту жизнь. И малыш, которому полтора месяца или два, а тем более три месяца мечется вот так, стараясь убежать от этого смертоносного меча. И те, кто занимался такими вопросами, сам губил жизнь, я иногда говорил, ну люди до абсурда дошли. Вот хулиган кого-нибудь убьет на улице, да? Его судят, иногда даже расстреливают. Разбойник, бандит. Врач убьет жизнь в очреве матери, деньги получает. хулиган. Кто убьет двух-трех человек, его считают уже особо опасным преступником непременно казнить. А кто на войне тысячи убьет, звезду героя дают. Понимаете, как получается? А мы имеем от Бога жизнь. притом мы имеем от Бога вечную жизнь. Не просто поверь. Убили эту жизнь, когда ей было три недели, она остается жить. Или убили эту жизнь, когда ей 75 лет, или 86 лет, как моя мама умирала, когда она остается жить. Потому что мы с вами вечные существа. И тем более высшие существа ни одно из творений Божьих не сравнивается с этим. Ни одно так не благословил и не уподобил себе Творец, как только человека. Сотворим человека по образу и по подобию Божью. Сотворим его. Ну и пусть и ваш эвенец я бы рад был и десятого вашего благословителя. Наверное не доживу, а может быть и вы вместе со мной если будете готовы уже в вечность уйдем. Но чудо жизни держите вы сегодня на руках дар от Господа благословенный им заместителя Бога на земле. Если можно так сказать, как выразился псалмопевец в восьмом псалме. Правда трудно. тяжело с вами ребятишки и под сердцем мамочки носить и потом мучиться с вами ночами и за школу вашу мучиться и потом и за свадьбу вашу мучиться там и пока умрешь все мучиться с вами. Тут тяжело с вами ну и без вас жить нельзя без вас жить нельзя я когда своим внучкам писал такое стихотворение когда добывал последний год заключение и вот написал такие слова ну там сначала дочкам написал жене сначала написал а потом и внучкам вы щебетуньки внученьки мои Алешки Танечки и Ниночки Наташи вы чудный плод страданий и любви привет вам пишет узник деда Яша или ялочка как первые цветы после зимы всем радость нам приносят как ангелы небесной красоты усталость боль тоску с собой уносят о детки милые без вас и жизнь не жизнь без щебета без плача и без смеха собой вы дарите нам полный жизни смысл при всех скорбях ни грусты ни помеха лишь бы росли ни диким бурьяном ни белиной и ни крапивой жгучей и я молясь мечтаю об одном чтобы в вас жил Христос прекрасный и могучий что с детских лет любили любить любить и всех людей на свете всего вам доброго желаю от него вожде да узник вам с любовью и с приветом христос и когда в прошлом году первый раз совершали бы крещение для меня было особой радостью пересить в мучку свою первую из моих внуков передавать ей благословение от Бога которое она принимала еще тогда когда вот так держалась на руках мамочки и мы сегодня веруя великого Бога жизни так и благословим это дорогое дитя первенца наших друзей с надеждой что он будет наследником жизни вечной с надеждой что он будет утешением для своих родителей с надеждой что никогда Господь не будет скорбеть о том что подарил этому существу свою чудесную вечную жизнь да благословит нас Бог в церковь попрошу стать родители попрошу «Самбург» Субтитры сделал DimaTorzok